Сейчас мы должны потратить в общем 80 тысяч рублей. Позли меня. 7, 8, 9, 10, 11. Для военного ты неплохо считаешь. Одну минуту, у меня по-моему деньги вытащили. Походу у меня в ваших лавках деньги достали. Подожди. С документа вырезано. Оставьте на обратный путь. Да конечно, там печать, мне кажется, ее поставить, сделать печать и поставить не такая большая срубливая бумага. Не будем сильно. Будем. Не будем. Да я уже поспорил. Я уже потративался. Я слышала, я все слышала. Я уже потративался. Я уже потративался. Зачем вам? Что значит зачем? Купить хочу. 100 тысяч? Жалко, что так дорого. Это не пенопласт. Пенопласт. Ну какой пенопласт? Это пробка. Это пенопласт. Ну какая вам разница? Главное красиво. И вот мы приехали в нашу очень новогоднюю студию для того, чтобы разобрать покупки участников этого конкурса, участников битвы коллекционеров. Я считаю, что правильно будет предоставить слово первое Олегу Борисовичу и посмотреть, что купил он на выставке Олег Борисович. Покажи, пожалуйста, прокомментируй, что было взято, почем это все стоило и почему именно на эти предметы твой взор упал и вот выбор. Так, понимаешь, в чем беда? Я работаю в Музее обороны и блокад Ленинграда, это знают, наверное, уже многие, и на некоторые вещи смотрю концептуально. То есть я именно с точки зрения, как бы они смотрелись в экспозиции. Да. И вот когда я купил компас капитана Адрианума, это совершенно уникальная вещь. И какая красивейшая надпись. А он еще и работает. Образца 12-го года. Это Араненбаумская офицерская школа. И как-то само собой получилось, что остальные покупки уже были привязаны к нему. Личные вещи офицера. Соответственно, быстренько появилась походная спичечница, которая никогда не сомнется в кармане. Она не занимает места. У нее есть черкаш. Причем, что удивительно, спички сохранились именно старые шведские спички, как они назывались, безопасные. И очень изящная коробочка. Все в стиле модерн. Все в том самом стиле. Я уже мыслю музейными категориями. Меня интересует, прежде всего, как это будет смотреться с вещами. Вот если вот так вот я кладу ее на витрину, и если вот так вот я кладу компас, это все смотрится как единый. Гарнитур. Неотъемлемая часть. Все команды в армии подавались не голосом, а свистком. Соответственно, в портупее у каждого офицера был свисток. И вот к этому компасу свисток просто был необходим. Но самое удивительное, я никогда не знал, что оказывается для того, чтобы не задувал ветер, не пачкалось. Для свечки был футляр. Мы открываем для себя такой мир предметов материальной культуры 20 века начала, что начинаем понимать, что мы сейчас в каменном веке. Как люди себя окружали... Кстати, я такие вещи не видел, то есть именно чехол для... Я вообще впервые встретил комплекс вещей, которые делают реально атмосферу офицерского быта Первой мировой войны. Вдобавок к нему может пойти пара фотографий. Причем на этих фотографиях, что меня заинтересовало, это то, что человек одет в бекешу с карманом на груди. Крайне редкий вид формы одежды. Это характерно для 1917 года. Модны стали бекеши, френчи. И с обратной стороны даже есть подпись «Казань, 1 января 1917 года». Ну, я не ошибся. Поэтому, с точки зрения сформированный. И это всего лишь навсего за один день охоты на удельном рынке. Людмила, теперь я предлагаю твои предметы отсмотреть, выложить их на стол по одному. И, собственно, про каждый предмет рассказать, почему ты его купила. И, собственно, сколько они стоили. И сколько планируется выручить, что называется, за каждый из них. Давай посмотрим. Сложная схема. Ты знаешь, с учетом того, что надо деньги потратить, потом их как-то выручить. Обычно идешь на удельную совсем с другой целью. Ты как бы идешь на охоту и получить кайф от покупки. Некоторое время подержать ее у себя. Она должна погреть тебе души. Только потом, возможно, ее реализовать. И конкретно я, в отличие от Олега Борисовича, предпочитаю ходить туда, ну, опять же, не на военную тему, потому что мы, девочки, все любим мирное время. Нас интересуют украшения, какие-то вещи быта, какие-то оригинальные вещи. Всегда привлекают внимание. Ну, и в зависимости от моды тоже бывают такие течения, что когда в какой-то момент становится модно носить авоськи, все прибегают на удельную и скупают их разом. Ну, к примеру, есть и другие варианты. Вот. Ну, некоторые вещи в моду не возвращались еще, но я продолжаю их носить. Ну, неважно. Начнем мы с того, что первое, на что у меня попал взгляд, это, безусловно, фотоаппарат по старой памяти. Я обратила на нее внимание. Вещь очень старенькая, интересная. У нее здесь есть пластины в комплекте. Стоила она весьма бюджетно, но больше всего мне порадовал тот факт, что продавал ее дедушка. А фотокамера сколько стоит у вас? Две тысячи. Две тысячи? Сколько стоило? Две тысячи. А ты можешь его нам развернуть, показать? Сейчас я вспомню эту тему, потому что достаточно интересная вещица, и, конечно, она стоит намного дороже. Я вообще, конечно, любитель найти что-то именно, ну, чтобы оно стоило дешевле, чем в интернетах там и прочее. Да. Ну, сейчас я вспомню, подожди. Тут достаточно... Сейчас мы, возможно, будем склейку делать долго. Папа, что ты мне напомнишь? Где нажать? Здесь... Подожди, есть ножичек. О, просто надо сильнее нажать. Вот как. Да, и тут, значит, у нас выкатывается вся эта история. Техническое мышление. Вот здесь вот поднимем наверх. Видимо, здесь вот как-то она по полозь им должна ехать. Первый раз вообще с подобным фотоаппаратом я сталкиваюсь, и сейчас люди, которые умеют этим фотоаппаратом пользоваться... Будут просто в бешенстве, да, это все. Люди, которые умеют этим фотоаппаратом пользоваться, сейчас говорят, ха-ха, Алексей. Идиоты, да. Да, еле-еле додумались, как это сделать. Тем не менее, главный результат. Да. Главный результат. Все перевернуто. Тут все очень в хорошем состоянии, нигде не видим трещин. Сама по себе коробка в очень хорошем состоянии. Тут написано Ленинград. В комплекте было Ленинград, ФТЛ. Еще что-то. То есть несколько пластин здесь идет в комплекте, сам фотоаппарат. Ну, такая прикольная вещь. А сколько он стоил вот такой? Потому что выглядит... Я говорю, 2000 рублей. Ну, выглядит люто замороченно. Выглядит при этом он очень в хорошем состоянии. Подробный. Да такой. Смотри, здесь уровень северного паща штатива. Какой год здесь? Плоская негативная фотопленка. А здесь 74-й. Но аппарат пораньше. Такие просто уже в 74-й, наверное, не делали. Написано в ранний советский период. Фото-кор номер один. Здесь получается два таких крепления под штатив есть. То есть он может получиться горизонтально, вертикально. Давай эту историю опять достану. Ну, это очень круто, я считаю. Именно прикол в комплектности. Потому что ручка не оторвана. Я считаю, что еще и состояние само по себе. И говоря уже о том, что это тупо интерьерная вещь. Ну, с учетом того, как у нас сейчас все любят винтаж. Как-то его лишний раз впихнуть где-то, чтобы он поучаствовал. Это интересно. Что еще? Самый 8-й интерьерный. Да не интерьерный. Это функциональный интерьерный предмет. И мы уже в этом интерьере его зафункционировали. Да, мы уже его пользовали. Так уж вышло, что он нам пригодился. Поэтому у нас есть даже элемент. Это штопор с оригинальной схемой. Гораздо более сложный, чем сейчас используется. Наверное, поэтому он не нашел своего отвлека в современном мире. Это для перфекционистов, для любителей инженерной музыки вообще. Удивить на вечеринке свою вторую половину. Да, блеснуть умом. Суть заключается в чем? Вы фиксируете его, опускаете эту деталь, вкручиваете его в пробку. Вкрутили, поменяли положение фиксатора и продолжаете крутить в том же положении. В то время как штопор выкручивает вашу пробку. То есть всегда получается, крутишь его по часовой стрелке и не нужно ничего. Вот это вот все. Шарм здесь. Ну не говоря уже, опять же, котики. Котики всегда продаются. Они же такие милые, да? Да, им можно практически в комплект даже. Но это очень прикольная штука. Причем так получилось, что Кэп видел, по-моему, этот же самый. Да, все ее видели. Они думали, что она сломанная. Но надо было мозг включить. И сейчас Дмитрий и Дмитрий покажут нам те предметы, которые они нашли за сегодняшний день. Это получается у нас самое большое количество, именно так вот, если по единицам хранения смотреть. И действительно есть интересные предметы. Я так наблюдал издалека за вещами и вообще, в принципе, даже за тактикой. Она, между прочим, была. Пока его нет, давай обсудим план наших действий, потому что по большому счету... И мы конкуренты, мы будем по-военному, конечно, смотреть, что-то пытаться... Да, это понятно. Несмотря на то, что все-таки разбежались изначально с Людмилой, но все-таки все пошло хорошо. В том плане, что хоть это и новички получались, но самостоятельность определенную проявили. И получилось интересно. Это забегая вперед, я скажу. Опять же, представляя команду, Дмитрий, это наш историк. Конечно, вы его многие все знаете, потому что он вместе со мной ныряет. Под воду вместе с КЭПом мы ходим в водомоторные путешествия на втором канале. Чаще вы можете его увидеть. А сейчас на основном канале еще и исторические справки с Дмитрием выходят регулярно. И Дмитрий наш зритель, подписчик, участник проектов, потому что непосредственная помощь была изначально в проекте по вывозу техники из лесов Ленинградской области. Спасибо огромное. Я, кстати, тоже пользуюсь случаем. И, в общем, мы решили объединить, потому что Дмитрий тоже начинающий коллекционер, но большая такая уже достаточно перспективная коллекция сейчас подобрана. Можно мы вставим фотографию коллекции общий вид? Это все было взято от меня и плюс еще было куплено на аукционе в Арсторе в том числе. Вы видите, здесь много вещей, которые были на обзорах. И вот сейчас они уже заняли свое законное место. И вот сейчас вот предметы, которые были куплены на удельной. Все-таки новички, но такой уровень чуть плюс, потому что все равно уже есть опыт общения с антиквариатом. Ребята, показывайте, что было взято. Это у нас боец. Дим, смотри, здесь солдат какой есть. Он из крестьянской Красной Армии, в полушубке, в ушанке, в валенках форменных, на ящике, судя по всему, с снарядами, возможно. Он сидит на ящике, у него в ногах автомат ППШ, ремень видно, гармонь в руках. Ну и что-то, может это губная гармошка или что-то еще? Что-то у него в руках. У него сейчас та минута, когда он решил отдохнуть, положил ППШ в сторону и взял гармонь. Ну и судя по погонам, это уже после 1942 года, естественно. Да, да, да. Он нам понравился своей душевностью. Тут однозначно нельзя сказать, война это или после войны. Изображает, конечно, военный момент, судя по ППШ. Когда она была сделана, непонятно, но она нам понравилась, что-то в этом есть. Тут присутствуют, как говорит Алексей, следы бытования на этой фигуре, статуэтке, но это не делает ее менее привлекательной, интересной и такой душевной. Сколько стоило? Стоил он 2500 рублей. Следующий предмет. Я думаю, Алексей нам может справку дать, что он думает о ней, о ее состоянии, потому что у Алексея, как известно, имеется серьезная коллекция фарфора РКК. Сколько стоило? 3500 рублей. Не смотреться к предмету, но на первый взгляд он выглядит неплохо. Их подделывают точно так же посуду РКК, потому что, допустим, завод Пролетарий Мста с таким вот именно конкретно клеймом выпускал сахарницы и без декалей, и, естественно, ГУФСНКВД какой-нибудь или РКК, что-нибудь такое. Подобные сахарницы, вообще элементы посуды вот этих вот заводов Пролетарий Мста, Дулёвы и так далее, там их было достаточно большое количество. Выпускались они не только вот с такими вот декалями ведомственными, но также и пустые выпускались. Поэтому пустые люди иногда ищут и наносят на них вот такие вот декали для того, чтобы усилить и продать подороже предмет, который по факту стоит там 200 рублей. То есть, если бы не было вот этой надписи, она бы стоила рублей 100-200. Здесь нужно будет посмотреть, но на первый взгляд, в общем, симпатично и хорошо. В принципе, если эта надпись оригинальная, в случае, если она оригинальная, то все шансы на победу, что называется. То есть, её можно будет продать дороже. Так, ну что, следующий предмет, продолжая тему Красной Армии и то, что мы находимся в Санкт-Петербурге, а когда-то Ленинграде, нам попался так называемый блокадный штык. Привет. Чего? Нет, купил. Тоже по ценам на них я не ориентируюсь. Он и мне, и Диме сразу понравился. Просто за счёт того, что это блокадник, их реально мало. Хоть он и копанный, это вещи земли, он в таком посредственном состоянии. Но, тем не менее, мы посмотрели друг на друга, приглянулись, берём, берём. Да, помимо мы видели несколько таких штыков, этот штык по состоянию самый лучший оказался. Ну да, мы видели ещё один как минимум, там даже не на что смотреть было, кусок ржавчины. Ну и там тоже ничего, хоть и это состояние оставляет желать лучшего, ничего близко похожего не было. А сколько стоил? Три с половиной тысячи рублей. Ну, опять же, для копанных это плюс-минус некий рынок, потому что кто-то может сказать, что это дорого, но в некопанном виде подобный предмет я покупал за 700 евро и купил бы ещё. Просто их в некопанном виде практически нет. Да, он действительно называется блокадник, но выпускался он не только в блокадном Ленинграде, именно вот этот тип штыков. Ну, в общем, для копанного предмета в экспозицию, которая как раз допускает наличие копанных артефактов, это интересный момент. Команда Алексея и Георгия представляет собой двух военных пенсионеров, двух бывших подводников, двух бывших минёров, выпускников Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. Ну, с Богом, по разгу. Ну и, соответственно, ждём, что называется, что же вы купили. Минно-торпедного факультета, это важно. Ну и теперь, имея в виду вот это военное прошлое, хочется отсмотреть те вещи, которые вы принесли. Очередь Алексея показывает свои предметы. Георгию, к сожалению, пришлось уехать, поэтому Алексей сейчас будет отдуваться за двоих и показывай скорее свои предметы, которые ты привёз. Но перед этим пару слов буквально о сегодняшнем дне. Как тебе вообще движуха? Ты же первый раз на барахолке был. Ну, надо отметить, что и я, и мой старинный товарищ Георгий на барахолке были к своему студу первый раз в жизни. Это первое. Второе. Ни я, ни Георгий не являются коллекционерами от слова «ни разу». Когда-то в детстве пытался собирать марки, но, значит, это всё там где-то в детстве и погасло. Получив задание, мы с Георгием решили приобретать вещи по принципу, раз мы ничего не знаем и не понимаем, тех вещей, которые мы сами хотели бы иметь. Мы оттолкнулись от этого. И пошли по рынку. Распихивая друг друга, оттаскивая от интересных вещей. Глаза заблестели, вещей интересных очень много. И первое, на чём мы остановили наше внимание, трубка. Ну, подписчики канала знают, что я люблю покурить тоже трубку, но в основном это происходит на катере. Но самое интересное, что в этой трубке. Эта трубка выполнена в форме мефистофеля. Это необычайно популярная фигура была с конца 40-х, 50-х, 60-х годов. Вот очень похожая трубка была и у моего отца. Вот трубочка примерно какого года может быть такой? Очень грубая, довоенная. У моего отца была. У моего отца была такая, понимаешь? И у Георгия Маратыча. Это капитан первого ранга, отец Георгия. Заслуженный моряк-подводник, командир подводной лодки. Закончил службу начальник кафедры тактики военно-морского флота училища имени Фрунзе. Вот. И он такую трубку тоже курил. Чем интересна эта трубка? Это ручная работа. Мефистофелей много. Но у каждого индивидуальное лицо. И я очень хорошо помню фразу своего отца, когда он говорил, ну что, пора черта за бороду подергать. Это означало, что сейчас он закурит трубку и будет за эту бороду посасывать ее. В общем, мы погрузились в воспоминания детства. И очень захотелось приобрести такой предмет. Он очень, мне кажется, антуражный. И я не знаю, как правило, у меня аукциона это будет или нет. Но вдруг не захотят, к моему счастью, купить этот предмет. Я с удовольствием его сам и куплю. Если будет такая возможность. Вещь приятная подержать в руках. Суровый взгляд. Очень замечательная вещь. Судя по всему, она сделана из груши. Из разных предметов делали. Даже сделали из типа эпоксидки, что-то в те годы было. Я даже не знаю, как это назвать. Какой-то состав такой, типа пластмасса, полимер. Ну, не знаю. А это конкретно грушевая замечательная вещь, которая украсит и стол украсит на столе. И если кто-то курит, тоже будет. Их перестали делать. Здесь есть клеймо. Изготовлено оно московской фабрикой. Вот здесь снизу. Но, к сожалению, год не указан. Вот. Вот такую вещь мы оба купили. Не сговаривалась. Она стоила 2500 рублей. Мужественно 100 рублей удалось выторговать. 1400. Это у нас с нами ходила супруга Георгия Наталья. Она сказала, что рынок без торговли. Это не рынок. Радость ему доставляет то, что ты будешь торговаться. Это ему доставит радость. Вот продавцу. Хорошо. Наташа, ты меня уговорила. Я в следующую покупку себе буду считать. С жестким торгом. Надо торговаться. С жестким торгом. Правильно говорит. Да. И, значит, путем размазывания этих слез, значит, нам удалось 100 рублей скостить. И за 2400 рублей мы ее купили. Класс. Но здесь получается предмет и сам по себе антуражный. У него высокая сентиментальная ценность, как говорят. Да, да. Бесок и сентиментальной ценности. Примерно в начале 70-х годов в деревне Выра под Ленинградом открыли музей. Называется музей станционного смотрителя. Со школы нас возили туда. Честно говоря, не очень хорошо запомнил. Но лет 5-6 назад, проезжая через Выру, я заехал в этот музей. Было время у меня. И попал на очень интересную экскурсию. Про музей рассказывать не буду, но расскажу, перескажу рассказ экскурсовода, который мне запомнился. Значит, он рассказывал о колокольчиках, которые подвешивались под дугу. Колокольчики разные бывают. И стоимость их разная, и размеры разные, и звон разный. И меня зацепила история про колокольчики фельдъегерской службы. Они делались специальными, и одни отличались по звону. И опытный станционный смотритель на подходе фельдъегерской службы по звону колокольчика уже знал, что ездит влажная почта, и выскакивал, отдавая честь, быстрее менять лошадей. То есть это было надо ускорить процесс. То есть это спецсигнал. И вот такой спецсигнал сегодня я увидел на рынке. Это поддужный колокольчик. Значит, вторая треть 19 века. Их много в продаже, бывает разных. Чем этот ценный оказался? Это, во-первых, губернский завод Федора Веденеева. Но самое интересное здесь, что присутствует отметка профиль Александра Третьего и государственная отметка здесь. Дата изготовления и прочее. На обычных колокольчиках такие отметки не делали. Этот колокольчик непосредственно фельдтегерской службы. И вот он имеет характерный звон, по которому отличали вот эту службу. То есть это спецсигнал фельдтегерской службы. Но она импортная. Она не... Или наша? А, губернский завод. Губернский завод Федора... Веденеева. Веденеева. В достаточной степени интересная вещь. Он поэтому стоит подороже, чем обычные колокольчики, которые без этих клейм здесь сделаны. Но мы очень довольны, что удалось его купить. Начальная цена его была 30 тысяч рублей. Значит, его уценили до нас немного. И нам удалось его купить за 15 тысяч рублей. А сколько времени стоит 15 тысяч? И цена крайне окончательная? Ну, я думаю, да. Потому что мы так как-то его продали 30 тысяч в свое время. И вот как бы висит, то и цена такая. Ну, цена реально. Ну, конечно, спорить не будем сильно. Будем. Не будем. Да я уже поспорил. Я уже поторговался. Я слышала, я все слышала. Блохо торговался. Я уже поторговался. Еще вот эту фотографию все равно я хотел бы, чтобы ты ее показал. Потому что здесь, например, вот опять же, по моей основной теме, по холодному оружию, по антикварному. Здесь еле заметно, но мы видим. Это шашка 1909 года образца с темляком. Поэтому тоже фотографии интересные. Мало того. Замечательно читается полковой знак. Это тоже целая тема. Те, кто собирают полковые знаки, для них такая фотография является тоже очень привлекательной. Ну, а что касается не Первой мировой войны, не начала 20 века, а периода трагических событий блокады и Ленинграда, то, чем я занимаюсь в Музее обороны и блокады Ленинграда, очень интересную я нашел книгу «Ленин». «Ленин-то Ленин». Но издание книги 1941 года, вроде бы ничего особенного, издательство искусства, но библиотечный штамп, штамп госпиталя. То есть на двух страницах на 17-й тоже имеется такой штамп. То есть, да даже энергетика этой книги. Ее читали раненые бойцы, привезенные на костылях, заходившие в библиотеку, бравшие ее в руки. Хотя сама по себе книга «Ленин» может быть не представляла бы большого интереса. Но опять же, еще и был момент, я был свидетелем покупки этой книги, там была прям целая битва, она развернулась вот здесь вот прям по центру. Леша, Леша, это рынок, на рынке мы должны воевать за свои права. Я использую все возможные способы, предлагаю любую половину от заявленной цены. Дорожь, кстати. Ссылаюсь на то, что у меня трое внуков. Ну и в итоге народ идет навстречу. Дай бог им здоровья. Это те вещи, которые купил Олег Борисович на удельной за один день, и здесь перед нами сейчас лежит, по закупу на 20 тысяч рублей предметы. Эти предметы теперь будут выставлены на аукционе в конце месяца. И как ты считаешь, перспектива ухода, как лучше сделать это? Единым лотом, чтобы... Ну вот я считаю, что... Можно сказать, это пошло либо разбить на части на какие-то. Ну не знаю. Тут маркетинговую составляющую, которой я не очень сильно разбираюсь, но... Потому что все-таки это состязание. Ну я бы, наверное, сделал бы лот. Единый. Да, потому что... Книгу отдельно. Книгу, конечно, отдельно. То есть, получается, у тебя будет два лота. Первый лот – это офицеры. 15-й-17-й год. И книга отдельно. Мы, наверное, сделаем еще описание дополнительно по каждому лоту. И, собственно, это будет выставлено. Это прямо интересно, и я получил удовольствие от созерцания этих предметов. А что еще было куплено, вне зачета я подглядел? Очень купил круиметр. Это необходимая вещь. Она и в дюймах, и в верстах, и в чем угодно показывает расстояние по карте. Крутится колесико, и он тебе показывает, сколько километров ты проехал. Очень полезная вещь. Ну, кроме того, такой незатейливый документ «Верпас», в котором описан боевой путь одного из тех героев, которые все-таки решили наказать Россию в 1941 году. Сейчас они опять, кстати, собираются наказать. Вот такое вот благородное лицо. Какова ценность этих документов? Сколько они стоят примерно, и чем именно этот тебя смотрел? Леша, ну, понимаешь, в чем дело? Хозяин всегда определяет стоимость. Нет какого... Это безусловно. Нет никаких правил. Рынок, конечно, подкорректирует. Допустим, если вещей очень много на рынке этих, цена падает. Вот как на газ. Газа стало мало, цена выросла. Газа будет много, цена опустится. Ну, с этими вещами так же. Но только маленький нюанс. Если газ-то мы добываем постоянно, то эти вещи, они уже прошли свой жизненный путь. И... Ну, примерно, чтобы подписчиков сориентировать. Да, и... Сколько стоит это? И, Леша, второго завоза этих документов не будет. Они так или иначе разойдутся среди заинтересованных лиц. Второго завоза не будет. Поэтому их цена, как с газом, вряд ли будет падать и вырастать. Олег Борисович не определил еще цену, не знает, сколько будет продавать, поэтому... Я могу сказать, за сколько купил. Поскольку я хожу на удельную не ради того, чтобы обогащались барыги и прочее, моя цель, на самом деле, немножечко в этом плане гуманитарная, не знаю. Ну, в общем, мне очень жаль бабушек, которые там тусуются. Они-то, конечно, там тусуются, это здорово. Это особый их... Им запретили все секты, им запретили церкви баптистские и прочее, где они могли найти для себя какой-то приют. Поэтому они нашли для себя удельную, и многие туда приходят тупо потусоваться. То есть они реально... Ну, у них там тусовка. Но некоторые приходят туда реально, потому что им не хватает пенсии и прочего, чтобы прожить. И ты их хочешь? Я с удовольствием покупаю у них вещи, которые мне нафиг не нужны. Ну, это просто стоит, ну, не того, чтобы... Ну, из благотворительных. Это приятно, да. Во-первых, она не чувствует себя должной, что она что-то, ну, просто там выпросила. Она не просит мыло, что она продает. А во-вторых, я зачастую покупаю действительно хорошие, качественные вещи. И есть диалог, есть приятное общение. А бабушкам это тоже очень нужно, на мой взгляд. Ну, это как дополнительный позитив, можно сказать. Да, ну, собственно, у бабушки я купила вот этот замечательный интерьерный предмет. Лампочка же рабочая, как думаешь? Она новая. Она у меня дома, дома лежала. Ну, ладно, такое даже в интернете-то не сразу найдешь. А тут... И опять же, помощь бабушкам. Так. Двести. Так. И сто. И так. Спасибо вам большое, удачная торговля. Это очень редко. Я вижу. Там один сколько должен стоить. Женщина, возьмите еще сто, пожалуйста. Возьмите еще. Ну, правда, он должен дороже стоить. Бабушки очень дешево продают. Ну, это, кстати, не из... Вне зачета. Вне зачета, да. Ну, в моем интерьере я придумаю очень оригинальную вещь. Продавлюсь дорого. Пойду у бабушки еще что-нибудь куплю. Ну, мне кажется, что твой интерьер – это тема отдельного разговора. Надо было снимать в нем, собственно, здесь через дорогу. В следующий раз, может быть, пригласишь. Далее, собственно, салфетки и прочее меня настроили на тему чаепития. Поэтому я купила вот такой замечательный подстаканник, который обыгрывает темы богатырей всяких сказочных. И, опять же, говорю, не про войну. Хочется что-то мирного, доброго. Пьешь из чая, и чай хочется думать о хорошем. Вот, соответственно, я выбрала эту тематику тогда. И, к тому же, не такой уж стандартный, достаточно редкий подстаканник. Там очень часто проигрывается тема «Мир труд май», военные какие-то. Ну, то есть, там есть серийные, которых много. Такого я, в принципе, до этого не встречала, поэтому взяла его с удовольствием. Для него не было стакана, поэтому я его поишла и нашла отдельно. Но теперь это уже комплектация. Ну, как не военный? То есть, здесь богатырь в латах, в кольчуге, в шлеме. Он нарядный, это неудобные вещи. Со щитом, это крепость на заднем фоне. Но, тем не менее, да. Это что-то мужественное, я считаю, в мирное время. Мальчиков тоже нужно воспитывать не зайчиками, а богатырями. Согласен. Надо их настраивать на то, что они все-таки герои. Независимо от того, помыл ли он посуду или сходил на войну. И совершенно чудесная вещь. Как это сказала бы Элочка-людоедочка, это ситечка для чая. Очень удобная вещь, потому что ты его зачерпнул, ты его заварил и ты его высыпал. Оно не требует каких-то лишних. Ты можешь одной рукой все это делать. Таких штук действительно много. Я знаю, что это не уникальная вещь, но она действительно в своем роде удобная. Но стоит отметить, что сейчас в Скандинавии, в частности в Швеции, люди даже сейчас в ресторанах, в кафе как раз подают именно такими вот ситечками чай. Опять же экологично, да. Да, потому что они как раз на экологии там немножко двинуты. И у них это очень популярно. Они как раз вот в пакетах чай дают редко. В основном вот именно как раз многоразовыми такими ситечками. Согласна, это опять же в этом смысле я тоже абсолютно обеименно руками и ногами за... Я-то получается такой сразу же комплект. Да, это еще не все, подожди. Потому что поскольку я после этого обнаружила еще несколько, несколько, по всей деле, таких вот предметов, это может использоваться как блюдечко для каких-то конфет или прочее, либо для пепельницы, как кто-то курит и прочее. Но это тоже богатурская тема. Она в принципе может пойти в комплект, благо это надо все отмыть, чтобы оно все смотрелось одним ледяным фронтом, одним комплектом. Ну, опять же, богатурская тема, чтобы для поддержания комплекта. Есть еще такой момент, что когда заходишь на удельную, не стоит сразу же зависать на одной витрине. Нужно посмотреть, что здесь, что там, где, сколько просят. Это пресловутая фраза, которую ты используешь на рынке. Типа я посмотрю, еще похожу, а потом к вам вернусь. Вот, обязательно, да. И обязательно торговаться все-таки, если ты торгуешься людям. Не всем, конечно, но это значит, что тебе это не надо, возможно. Опять же, интерес некоторые туда приходят не потому, что они бедствуют, а просто потусоваться. И действительно, торг для них это часть игры. Это вот я согласен, я потому что тоже все равно торгуюсь. И когда мне, например, на зарубежных барахолках заказывают какие-то предметы, то я в любом случае все равно, даже понимая, что есть какой-то зазор у меня, все равно торгуюсь, потому что обязательно нужно на минимальную цену. В Египте, если ты не торгуешься, тебе просто не продадут. Даже если ты говоришь, давай возьмите ваши деньги, а ей скажут, нет, почему мы должны вам за это продавать, вам это не нужно. В Америке продадут и еще принесут. Продолжая тему красноармейских вещей, у нас с вами вот такой вот футляр или чехол для зубной щетки. Он из довоенного набора. Леша, если я не ошибаюсь, у тебя тоже есть коллекция таких вещей. Я сам находил в земле несколько раз подобные мыльницы находил, такой футляр находил со щеткой. Мы его когда увидели, тоже они не часто бывают, и сразу возникло желание его приобрести. Он представляет из себя вот такой вот продлаковатый футляр. Крышку снимаем, и в нем была щетка, также оригинальная того времени. Ну, щетина осталась, следы ее. Ну, все-таки и не зубы чистят. Ну, да-да-да. Со следами бытования. Со следами бытования. Интересный тоже набор, потому что вот такие вот наборы, так называемые офицерские, но, конечно же, они полагались и солдатам, потому что гигиена в рабоче-крестьянской Красной Армии была поставлена на высшем уровне. И вот такие вот наборы прилагались к несессору штатному, опять же. И это не какая-то вещь, которая была только в тыловых частях кадровых, но эти предметы также попадаются на фронте, в том числе на Невском пятачке. Поэтому такая вещь, самая что ни на есть, прям вот штатная, и которая использовалась, ее можно прямо назвать фронтовой. Поэтому мне всегда такие предметы нравятся, я однозначно одобряю этот выбор. И по цене тоже. Сколько она вышла? Ну, здесь ценничек, видно, был 3,5 тысячи рублей. Мы на многие предметы практически не торговались, в отличие от наших коллег, оппонентов, не знаю, как назвать, товарищей. Но этот нам достался за 2 800 рублей. Ну, здесь тоже есть возможность его продать дороже, потому что даже я бы его купил дороже. Кстати, у меня такого нет, именно вот длинного. У меня есть мыльница. У вас, Алексей, будет такая возможность взять его дороже. Ради интереса, вот так, за сколько бы ты его купил? Ну, пятерку я бы за него дал. Вот именно за это, потому что есть этот цвет. Их самая большая проблема по цвету компоновать. Да, они зеленые, голубые. Их там вообще всевозможное количество, интересная штука. Следующий экземпляр давайте посмотрим скорее. Так, здесь уже, да, это тоже Великая Отечественная война. Переходим потихонечку к плоскостному материалу у нас еще будет. Это немецкая листовка середины войны, 42-43 год. Изображена на верхней части мирная идиллия, семья, у них все хорошо. А внизу инвалид, искалеченный человек, который просит милостыню. Ну, и соответствующая надпись. Стать хозяином или калекой, что лучше выбирай. Ну, и на обратной стороне агитационная надпись. Бойцы и командиры. Безысходная тоска и уныние царят в вашем тылу. И так далее. Долой Сталина, долой войну, да здравствует мир. Переходите к нам, мы хорошо обращаемся с пленными. Особенно с перешедшими на нашу сторону добровольно. Мы прекрасно знаем, как относились немцы к людям, которые в том числе и добровольно к ним сдавались. Поэтому, конечно же, всерьез всю эту информацию воспринимать нельзя. Но как артефакт именно как раз того времени, но как артефакт и как документ эпохи, это, конечно, очень интересный экземпляр. И обратите внимание, что вот эти вот следы у него коричневые, это не просто какой-то, ну, какая-то влага на него попала или что-то еще с ним делали. Это не что иное, как следы вышибника, следы вышибного заряда, который был изначально там внутри, в том снаряде, который прилетал на наши позиции. Вышибник срабатывал и распылял эти листовки, что называется. Вот такие листовки находятся на полях сражений, как правило, где-то в районе наших позиций, либо на исходных позициях немцев, где артиллеристы стояли. И вот потом в дальнейшем уже эти капсулы достают, вскрывают. Есть даже кадры в интернете, как люди это делают. Поэтому отдельное еще, конечно же, спасибо тем людям, которые, можно сказать, спасли артефакт, нашли его где-то в лесу, извлекли. И вот теперь эти вещи, как живое доказательство, как документы эпохи здесь есть. И вот я смотрю, что можно даже оформить прямо здесь и сразу. Да, значит, ну, как известно, я также занимаюсь кейсами. Ну, вот так вот это выглядит. Вы можете брать, соответственно, плоскостной материал, убирать его. И самое главное преимущество, что его можно смотреть с двух сторон. Да, то есть, если двухсторонняя какая-то вещь, какая-то открытка, то ее можно прям интересно показать. И не доставать постоянно, для того, чтобы продемонстрировать обратную сторону. Интересный момент. Спасибо, Дмитрий, что вы захватили эту штуку. Следующий экземпляр. Так, ну, мы продолжаем двигаться по плоскостному материалу. Это у нас зачетная книжка студента техникума. Чем она заинтересовалась? Первая, даже еще не спрашивая цены, я открыл зачетная книжка студента Гаценко. Это приема 1 сентября 1940 года. И записи обрываются на втором семестре 40-41 учебного года. Соответственно, да, 40-41, первый семестр, второй семестр и все. Соответственно, да, у меня возникла мысль, что, наверное, в связи с Великой Отечественной войной это произошло. Не факт, что это так, но тем не менее. Дальше я открыл аттестат, здесь свидетельство на украинском языке, Харьковский институт, тоже 40-й год с оценками. И уже я спросил цену у продавца, мне сказали 100 рублей. Я подумал, что деньги небольшие, на весь наш бюджет мы могли бы купить 200 таких зачетных книжек. Я ее купил. И уже потом здесь в студии, когда открыл ее, еще раз посмотреть, я увидел, что здесь справка о Государственный педагогический институт выдана. Да, вот она. Гаценко Николай Александрович, потому что он являлся студентом. Сдал экзамены из отчета политэкономия, хорошо, Конституция СССР, основа марксизма и ленинизма, пятилетний план и школьная гигиена. Но в педагогическом институте, наверное, школьная гигиена, это достаточно важный был курс. И, соответственно, еще одна маленькая справочка. Это у нас уже 47-й год после войны, справка выдана гражданину Гаценко, в том, что он действительно родился в селе Плиске, Черниговской области, Бахмачевского района. В 1920 году справка выдана взамен свидетельства о рождении. То есть, ну, такие гражданские документы, не военные, но, тем не менее, зачетка обрывается в 1941 году, а в 1945 он поступил в педагогический институт. То есть, жизнь была до войны, да. Скорее всего, после демобилизации он пришел и вернулся к мирной жизни. Интересно будет посмотреть, кстати, на подвиги народа. Он мог быть в оккупации, а мог бы и воевать. Следующий. Так, продолжаю тему плоскостного материала, потому что он недорогой и достаточно интересный. Это книга Александра Сергеевича Пушкина, всем нам известная, Евгений Онегин, все ее проходили в школе. На корочке написано «Автушенко, 11-й А». Евгений Онегин, роман в стихах, художественная литература, Москва, 1936 год. Чем он заинтересовал, чем тронул, потому что книжек-то много. У меня дома, у мамы Пушкина, капитанская дочка, тоже 30-х годов, почему-то она ее прям ценит, чем-то таким у нее считается драгоценностью. Я, конечно, схватил этого Евгения Онегина. Она нас заинтересовала тем, в первую очередь, что она 1936 года, и что все те предметы, которые были произведены до войны, они в принципе интересны. Да, они интересны. Потому что во время войны их практически не осталось. Ну и плюс сентиментальная ценность, опять же, какая-то из детства что-то. Ну, Пушкин. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Я спросил ценного продавца, он озвучил, она нас устроила, 100 рублей, довоенная книжка, и мы решили ее приобрести. Следующий предмет. Думаю, наши бойцы читали такие книги. Именно такие и читали. Так, также один из предметов, который нам удалось найти, это копия подводной лодки 611 дизельной, почти точная копия, как утверждают моряки. Очень понравилось, в первую очередь, потому что лично я собираю морские кортики разных стран. Это наша подводная лодка, у меня есть ряд кортиков наших СССРовских, она нам очень понравилась, скажу так. Ну, лично для меня она интересна. Не знаю, будет интересна она подписчикам, но думаю, будет. Я думаю, будет, потому что действительно интересный, во-первых, редкий проект сам по себе. У меня есть подводная лодка, только масштабом она чуть-чуть побольше, там была выполнена из бивня, мне прислана подписчикам, была подарена. Но тоже такое вот интересно, в таких же тонах тоже сделано, поэтому я когда увидел, что ее купили, прям классно, хорошо, хорошо, что она там не осталась. И по цене меня, конечно, она тоже приятно удивила, это стоило 1200 рублей. То есть, по большому счету, именно для оригинального предмета, третьей четверти 20 века, я считаю, интересно. Поэтому такая любопытная вещь. Старт бы я поставил точно. Вот, далее я вроде как немножко набегалась, разогрелась и зашла к одному дядечке, но выбирала у него целую гору открыточек. Всяких разных, они с разных годов, с разными тематиками, жуткими местами, но это если у вас есть свои прикольчики. Очень люблю на уделье накупить всякой жести. Я, например, люблю своим друзьям, у меня есть друзья, которые тоже так делали, отправлять почтовые открытки просто тупо по почте. Антикварные причем, которые сделаны. Антикварные это еще лучше, да, потому что у них энергетика, такой, которой нет в современном картоне. Это серебряная бумага, я специально взяла без подписи, чтобы можно было написать все, что думается, всякие гадости и прочее. Ну, здесь на некоторых написано, но самое прикольное, это то, что в наше время совершенно забыто это приятное ощущение. Когда ты не просто получаешь посылку с какого-нибудь там Амазона или с Китая, а когда ты получаешь посылку от друга. Это не письмо в WhatsApp, а именно что-то, что ты держишь в руках, и оно подписано на другие. С Яндекс.Доставкой становится все проще и проще отправлять письма, так что это можно даже не через почту, а так. Ну, почта России, ты понимаешь, ты ее отправил, ты уже сам забыл, что она отправлена. Это как подарок. А человек тебе через две недели звонит такой, говорит, слушай, я тут, короче, почту открыл, а там от тебя открытка. Ты такой, ааа, да, помнится, в прошлом месяце я заморочился и закупил конверты и наклеил на него. Ну, в общем, да, а между прочим, если ты помнишь эту историю про Ильфа и Петрова, который вообще прикалывался и отправлял письма на несуществующие адреса где-нибудь там в других странах, просто ради этих... Ради штампов. Ради штампов, которые там пришли, да, ради марок, которые наклеили, и просто, ну, собирал эти конверты. Ну, там та еще история, да. И здесь, получается, целую коллекцию у тебя подобранную открыток? Нет, я просто подобрала, который мне кажется наиболее прикольный. Тут есть Лев Толстой, две открытки. Есть, вот, к примеру, Маяковский. Котики, естественно. Ну, котики, конечно. Все любят котиков, я не знаю, это как в интернете. Ну, да, Пашня, Маяковский, непрочайно. Вот, ну, потом я гуляла-гуляла, аппетит на покупки у меня еще не появился, и мне просто подарили две книжки. Сколько стоит книжка? Серьезно? Спасибо, мне нравится. Ну, смотрите, это же бред. Уделка – это такой сюр. На самом деле, я, ну, может быть, я любитель арт-хауса, может быть, я в целом считаю, что уделка – это источник вдохновения. Ты ходишь там, постоянно что-то происходит, какие-то разговоры, даже просто тупо ходя и подслушивая там и все, какие-то вещи. Иногда просто можно… Это, может быть, для творческих людей вещи полезные, да. Да, интересно. Ну, потом я поняла, что время исходит, мы начинаем… Надо было что-то покупать, и я начала покупать те вещи, которые, конечно, стоили подороже. Но обычно я на них такие вещи смотрю позже, только когда есть какая-то цель. К примеру, ну, все, что я, в принципе, набрала, остальное – это, по большей части, интерьерные вещи, которые можно использовать для оформления кафе или каких-то помещений. Та же самая фотостудия, она наполнится вот… Ну, вот эта вещь еще и функциональнее. Это почтовая печать с номерами, которые сами переставляются, то есть ты хочешь что-то пронумеровать. Здесь есть специальная такая подушечка, на которую капается чернила. Она тоже что-то относительно дешево, с учетом того, что это меняющийся штамп, ну, и причем с хорошими прорисованными цифрами. Вот такая вещь. Она 67-го года, на ней здесь написано, да. 1967 год, город Пермь, промсвязь. Да, ее функциональность не нарушена. То есть это не только интерьерные, но и функциональные вещи. Оригинальные. Так, у чего она что? Далее я зашла к дяненьке, которая продавала инструменты и нашла у него два предмета. Один для себя, другой, собственно, для этой парадажи. Вот это такая вещь из Англии. Очень хорошего, старинное качество. Для оциклевки деревянных поверхностей. Такая вещь, как микрорубанок такой. Ну, ты нет, в зависимости от того, насколько ты ее... Тут тоже есть всякие интересные надписи, мейдены и прочее. В зависимости от того, что ты хочешь снять, то есть, ну, нет, конечно, дерево ты не снимешь ей, она должна быть хорошо заточена. Но ты можешь хорошенько снять с нее лак или старую краску. Это для реставрации старой мебели вполне себе очень удобная вещица. Или если ты, например, снимаешь на этой теме с твоей бородой и клетчатой рубашкой, нужно взять еще топор и будешь... Нормально, и поеду в Канаду просто. Комплект инструментарий, да. И там же я купила вот эту замечательную пилу, чисто по-петербургски. Я подумала, что... А почему бы и нет? В комплекте любой уважающейся девушке в сумочке должна быть пилка. Кстати, да. Но у этой пилки еще есть интересная деталь, а у нее есть клеймо. Мы еще и не пробивали этот момент, но, возможно, она медицинская. Так что она, возможно, как раз подойдет для тех целей, которые в Петербурге так продвигают. Соколов бы заценил. Шутка для тех, кто понял. Это у нас, получается, вне зачета идет. Это вне зачета, я похвасталась своей покупкой. Интересно. И расскажи... А, это все? Нет, еще что-то. А, да. Еще только начали. Я только начала, все самое интересное впереди. Да, я только разогналась к концу, соответственно. Поэтому так же в кухонном интерьере очень круто всегда смотрится безмен. Ну, он латунный, он старенький, на нем есть интересные надписи. Он на два пакета вполне, на две оськи, на обе ручки. Да, и он, естественно, функциональный, рабочий, ну и плюс интерьерный. Вещь стоила недорого относительно для своего состояния и качества. Поэтому... Вот, получается, тоже... Ну, а нет, российский, посмотри, мрачен. Просто мода была общая, да, на тот период. Получается, патент английский, судя по всему, а как раз он сделан был для России. То есть, русский заказ, потому что мы здесь видим этот клеймо. Арусин, да. Это интересно тоже. У нас просто по-другому взвешивают, да. Чтобы по-русски обвешивать. Вот. Далее я решила тоже собрать небольшой комплект. И нашла вот такой вот подсигар с оленем. Ну и вот опять же можно привести в божеский вид. Его специально для этого не приводили. Вот. Ну, резиночки там подвесить и прочее. На, как это называется, охотничьи темы. Как правило, охотники курят, леса горят. Это такое небольшое вообще. А не все охотники, кстати, курят. Вот у меня есть охотничий билет. Ружье даже есть охотничье. Понимаешь? Многих ты убил. Об этом мы не будем сейчас говорить. Но главное, я не курю. Пила не нужна. Сколько стоит? Я не готова ее продавать. Вот. И к ней идут вот такой вот держатель для спичек. В комплекте есть сам коробок для того, чтобы это все. Япония, садьба Гончаровых. С таким вот пазаном. Вот. В общем, это все, да. Это все про охотников, про курильщиков, охотников. Потому что такое остатки серебрения здесь. На самом деле, ты, конечно, можешь сюда и мыло положить. Веревку. Все, что ты хочешь. Все, что угодно. Отлично. Сигареты – это конфеты, шоколад. Мало ли кто еще не выливается. Карамельки. Кто на чем сидит. Да. Что еще? Так. Рейхсмарки с бренденбургскими воротами. Да. 20 рейхсмарок. Изображение бренденбургских ворот. Надпись 20 рейхсмарк. Состояние хорошее. Да. Рули со свастиками. Можно будет в интернете посмотреть, сколько они стоят. Потому что, ну, вы не смотрели, кстати? Нет, мы не смотрели. Она просто понравилась. А сколько стоят? Знаешь, как произошло на самом деле? А сколько стоят? Мы шли с Дмитрием, я ему задал вопрос. А знаешь ли ты все номиналы купил? Третьего рейха, он сказал, ну, не совсем, надо поискать. И тут же вот попался. Визуализация. Сразу подумал. Мы посмотрели, да, только что разговаривали. Мы даже особо и там не торговались. Обошлась она нам в 400 рублей. Так поет одна чернокожая девушка. I want it, I got it. Именно так она и была. Какие-то документы. У нас уже кончалось время. Мы... И деньги. И время, и деньги. Да, нам нужно было подобрать что-нибудь. Сейчас я... Тут попались на самом деле. Да, тут много довоенных бумаг. Соответственно, это какое-то производство. Что-то связанное с кварцем. 1936 год. И там, да, именно много разных бумаг, именно рабочих. Какого-то института, треста или что-то такое. То есть, письма, заявления от начальника кварцевого цеха. Прошу вашего распоряжения о выдаче мне премиального вознаграждения, согласно постановлению комитета по изобретательству при СТО. За экономию получено применение моих предложений, номер такой-то, 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 примененное в ЦНИИ таком-то. 1 октября 1937 года. И таких бумаг здесь достаточно много. Вот комитет по изобретательству. Тоже такие документы эпохи. Интересный взгляд. Я, по большому счету, не проявлял особого интереса гражданским каким-то вещам. Но когда отдельный человек тебе дает выжимку из подобной папки документов, это любопытно. Ну да, тут служебные записки, направляется вам там. Тут самое интересное в том, что это не один листок какой-то бумаги. Это целое дело, это целая папка. А сколько стоила такая папка? Я не помню. Ну примерно. Не помню. Здесь вставку сделаем, потому что это было снято на Соне. Она в конце где-то. Сколько она реально стоила? Рублей 300 она стоила. Ну я где-то... До 500, короче. Это в последнем, да? Это в предпоследнем. Так, это у нас несколько предметов по войне. Тут рассказывать особо нечего. Гильза от 45-ки 1939 года. Красиво обрезана. В хорошем состоянии. Либо очень хорошая копанина, либо она не копанная. Вазочка под цветочки. Скоро 8 марта. Покупаем, подходим. Рубашечка. Да, нам она обошлась в 300 рублей. 1939 год здесь клеймо интересное. То есть как раз 1939 год, возможно, она по финской войне была подобрана. Либо по началу событий. Но я думаю, что она не копанная на самом деле. Но она похожа на не копанная. Потому что и внутри она чистая, снаружи чистая. То есть все шансы на то, что это именно был предмет просто домашнего хранения. Такое тоже бывает. И Красный Выборжец, я смотрю, две ложки сразу целый комплект. Возвращаясь к гильзе, пойдешь ты в магазин. Купишь ли ты вазочку за 300 рублей? Ну, наверное. Ну да, наверное, можно. Но едва ли дешевле. Такая антуражная. Ну, не из гильзы. Не из гильзы, точно. Не из 39-го. И две ложки, столовая и чайная. Оба с клеймами завода Красный Выборжец. В столовые достаточно часто попадаются. Чайная пореже. Неизвестно, они там довоенные или послевоенные. Но точно такие же ложки повсеместно попадаются на раскопках. Не так давно мы с Алексеем были как раз на Карельском перешейке. И вот точно такую же ложку выкопали. Она будет в одном из видео, которые будут в долгий зимний, весенний период. За каждую хотели по 800 рублей. Две отдали нам за 1400. В общем, неплохая цена. Она тоже имеет все шансы. И в конце у нас... Да, и последние два предмета. Это у нас документ и пряжка. Пряжка русской императорской армии. Орел. Состояние среднее. Она затерта. Но она комплектная. То есть у нее не отбито ничего, не разогнуто. Даже особо следов и пайки нет. Ну, она просто сильно ношеная. Хотя в целом в достаточно неплохом состоянии. И стоила она? Мы ее купили за 1200 рублей. Несмотря на потертый рельеф, все-таки 1200 рублей. И завершаем мы документом. Мы его покупали в конце. Попался на глаза. Уже на цену не смотрел. Понимал, что денег на него хватает. Можно покупать. На лицевой стороне военный совет. Третья армия. Восточного фронта. Ручкой подписано перьевой. Комендантское управление. И Красная армия. Открываем. Мы видим здесь... Продавец сказал, что это на Первую мировую войну. Да, Алексей был рядом. Продавец сказал, что Первая мировая война. На что я поправил, что Красная армия не может быть на Первую мировую войну. Но, тем не менее. Значит, здесь у нас фотография. Подпись руки товарища. Подпись Климов. Удостоверяю комендант штаба. Удостоверение номер. Преявитель СИО, товарищ Климов Александр, действительно состоял на службе в отделении связи полевого управления. В качестве, написано посыльного и зачеркнуто, курьера Фельдъегере. Что подписью и приложением печати удостоверяется. Значит, уже без Еров. Единственное, что твердого знака еще нет. Ну и дата соответствующая. 13 сентября 1919 года. Это, соответственно, фотография вклеена. И такая же фотография прилагается, да, маленькая. То есть, это удостоверение личности, то, что человек действительно служил. То есть, красноармейца в 1919 году еще была полная неясность. Кто-то где-то останавливает, спрашивает, ты кто, ты не контра. Он достает и показывает. Вот, смотрите. Тысячу или полторы, что-то такое. Может быть, за бумагу это и немного, но я подумал, что гражданская война, не так много на нее документов, тем более бумажных. И как историк, у меня вот просто след эпохи, что человек в 1919 году больше 100 лет прошло. Его уже в любом случае нету в живых. А он когда-то эту бумажку держал, хранил при себе, показывал. Он по-любому ее предъявлял. Ее там другие красноармейцы вот так вот смотрели, сверяли лицо и, соответственно, он это или нет. И вот, наверное, любовь к истории заставила меня самого остановиться на этом предмете и убедить Дмитрия тоже остановиться. Вот такой получился обзор вещей от команды Дмитрия и Дмитрия. И хочется отметить, что действительно здесь тоже есть некая линия. Эта линия прослеживается. Действительно, ребята решили покупать недорогие вещи, но создать разнообразие. И смотрится это действительно эффектно. И даже сразу же еще и оформление получилось сделать. Вот так вот, просто не отходя от кассы. Интересен для меня лично здесь вот так вот, если смотреть. Это, наверное, гильза, это футляр для зубной щетки. Подводная лодка, безусловно, антуражная. Да и вообще документы тоже интересно было бы изучить. Огромное спасибо за эту подборку. Как вам вообще вся движуха? Как вам сегодняшний день? Расскажите. Так, ну, сначала я скажу. Я на Удельной был, но последний раз лет там 12-15 назад. Поэтому интересно было. Это целый мир, это определенный социум. Людей, которые продают, людей, которые покупают. Окунуться туда, это действительно здорово. Что касается вещей, ну, я не думал, что так тяжело будет тратить деньги. Мне казалось, что мы сейчас так наберем крутых вещей и все. Там надо ходить, выбирать. Это реально работа. Но в целом это очень круто, очень интересно. И, конечно, очень любопытно мне посмотреть, как отреагируете вы. И как на аукционе будут ли пользоваться популярностью вещи, которые нашли мы и, соответственно, наши товарищи. Какие будут пользоваться популярностью, какие не будут. Какие вызовут много ставок, какие поменьше. В общем, это действительно любопытно. Спасибо Алексею огромное за идею. Потому что, ну, это прям вот здорово. Ходить это, выбирать, все смотреть. Это очень-очень круто. Хотелось бы дальше участвовать и какие изменения, может быть, несли, чтобы предложили какие-нибудь, какая-нибудь оптимизация, может быть, процесса. Участвовать однозначно хотелось бы дальше. Ну, по оптимизации процесса, вот, ты же знаешь, все только произошло. Сейчас мы сядем все, поделим все опытом, посидим, да. Ну, и посмотрим, что надо поменять. В процентах, как думаете, сколько получится выручить на вот общем? Вот просто пальцем. 150 процентов. 150 процентов. Ваша сторона. Ну, я не буду таким оптимистичным. От 50 до 100, надеюсь, получится. Плюсом. Да, конечно. Ну, вот мы это все вместе с вами посмотрим. А предметы, которые сейчас здесь лежат, уже в скором времени, а может быть, на этапе выпуска этого видео уже даже находятся на аукционе. Их уже можно изучить. И, естественно, по каждому предмету будет еще отдельно проведена экспертиза на предмет подлинности, оригинальности и так далее. Все то, что должно происходить. Ну, а теперь пора в студию пригласить Кэпа Алексея и Георгия. Команду двух военных пенсионеров-подводников, которые сегодня тоже первый раз были на удельной, первый раз в жизни были на блошином рынке. На этом обзор наших конкурсных покупок заканчивается. Теперь мы будем изучать материал. Теперь мы будем его фотографировать, готовить к выкладке. И, конечно же, обсуждать то, что с нами произошло за последнее время. Потому что это первая серия такого вот проекта, можно сказать. Первая вот эта вот задумка, которую получилось осуществить вот здесь и сегодня. Было тяжело, потому что никто из нас вот в таких вот вещах не участвовал. Было просто свое какое-то понимание. И, можно сказать, такую творческую подачу мы продумывали вот буквально так вот в моменте. Тем не менее, я считаю, что получилось интересно. Ждем обязательно, конечно же, вашей обратной связи. Ну и будем дальше держать вас в курсе. Обязательно пишите, за кого вы болеете из участников, потому что у нас есть 4 команды. И, конечно же, заходите на аукцион, где все эти предметы будут выставлены с финальным описанием. На этом я считаю, что можно заканчивать эту серию, но глобально сам проект только начинается. Всем вам доброго вечера. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся в следующих выпусках.